С самого детства Пётр Дудников увлекался садоводством, даже не задумываясь о том, что посвятит этому большую часть жизни. Обучался у старших товарищей и читал ботаническую литературу, а также много практиковался, что и принесло свои плоды. Теперь он незаменимый человек в краевом дендрарии и профессионал своего дела. Сама процедура, она несложная, но здесь несколько нюансов. Первое, нужно знать растение, досконально с которым мы работаем, его биологические особенности. Второй момент, это нужно знать технику обрезки или стрижки, в какие сроки она проводится, каким инструментом, как часто она проводится, на какую высоту можно обрезать дерево и так далее. Ну и третий момент, это все-таки творческий подход, потому что, когда мы постригаем деревья, здесь мы чувствуем себя немножко художниками. В арсенале мастера, как и у любого парикмахера, только инструменты побольше и помощнее. Ножницы, пилы, секаторы. Задача на день – обслужить десяток молчаливых, но при этом очень требовательных клиентов. Симметрично подстричь кусты, подровнять газон и облагородить деревья. Какие основные требования к этим приборам? Самое главное, чтобы они были стерильные и чистые. То есть перед любой обрезкой обязательно необходимо тот же секатор обработать дезинфицирующим средством, например, спиртом. Если этого не сделать, то в растения попадут вредные бактерии и микроорганизмы. И это приведет к негативным последствиям. Поэтому зеленый парикмахер всегда с большой ответственностью подходит к обработке и заточке инструмента. Здоровье растений превыше всего. Срезы замазываются садовым баром. На толщину в среднем 2 мм, слишком толстый слой не берется. Вот это вот как раз субстанция. Ботанический сад хорошеет с каждым годом. Уже совсем скоро большинство растений порадуют своим цветением. А подопечным Петра Дудникова даже цветы не нужны. Они прекрасны все лето, благодаря идеальной форме и золотым рукам мастера. Григорий Анипер, Влад Шатилов, РТК Забайкале.